всем привет друзья мои с вами дивер и сегодня я вам покажу как делать удлинительно силиконовую приманку дополнительный тройничок или дополнительных два тройничка это как правило делается на большие силиконовые приманки скажем от 15 сантиметров и выше многие колбасит там разные всякие интересные вещи всякие прибуды сложные скажем так я считаю что принципе можно намного все сделать проще и сделать это буквально за пять секунд и в этом фильме я вам еще покажу как плести косичку я долго подбирал всякий интересный ракурс как мне это показать вам чтобы было видно и чтобы было понятно как заплетать надеюсь это будет видно надеюсь это будет всем понятно ну что приступим и так что же нам нужно чтобы сделать вот такой удлинитель для этого нам понадобится обжимная трубка и поводковый материал поводковый материал я купил скажем в развес и потом под него и потом под него подбираем обжимные трубки как правильно подобрать обжимную трубку я вам сейчас покажу для того чтобы правильно подобрать обжимную трубку она должна быть так сказать двойного диаметра от нашего поводкового материала. То есть мы вставляем наш поводковый материал в обжимную трубку и делаем такой же процесс обратно. Она должна проходить практически плотничком. Делать это надо таким образом, чтобы у нас торчал небольшой хвостик. Вот вы его видите. Петельку лучше сделать поменьше. Мы берем наш джиг, вот сюда мы будем одевать и примеряем. Чтобы она пролазила, скажем так, с трудом. Вот. Мы ее одели. Если мы хотим сделать, чтобы она здесь у нас находилась, постоянно на этой джиг головке, то мы ее подтягиваем. Если нет, мы делаем небольшой запасной ход, чтобы мы смогли ее отсюда снять. Одеть и снять. То есть она вот у меня уже сделана. Я в любой момент могу перекинуть на другую. Если мы будем использовать эту джиг головку постоянно, значит, с большим силиконом, то мы можем еще добавить на морду дополнительный. То есть его вставить, ну, скажем, куда-нибудь вот сюда. То есть если судак у нас будет бить в голову, промахиваясь мимо основного большого нашего крючка, он будет засекаться вот на этом. или сбоку вот так прикрепить. Если мы планируем использовать постоянно эту джиг головку, то можно закрепить, как у меня вот здесь навечно. У меня уже сделано, поэтому я буду делать съемный удлинитель и вам это буду показывать. Итак, мы отрегулировали нашу петельку. Теперь мы ее должны будем обжать. Вот когда я регулировал ее, у меня убежала, значит, сама это, сам кончик. Его мне нужно достать. Повторюсь, кончик должен немножко торчать. Еще раз все замеряем. Не надо очень делать большую петлю из-за того, чтобы не соскакивало. Вот мы сделали нужную петлю, теперь мы ее обжимаем. Ненужным потом лучше откусим, чтобы больше у нас не повторилась такой ситуации. У меня специально такие старые кусачки, которые, если вам видно, я сделал еще вот так, чтобы они были с таким, как бы, ну, типа бракованные, да, вот, видишь, пустоты такие. Вот я этими пустотами обжимаю. То есть продаются специальные инструменты. Ну, я сделал себе сам такие инструменты. Унимаю то, как я увидел этот инструмент. Спасибо. 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 Поехали. Обжав, мы ненужное вот это откусываем. Я потом нормально сделаю. Откушу побольше сколько надо. В принципе не страшно, что она будет вот так торчать. Самое то, что страшно, это может быть он будет зацепляться за плетенку. Но в нашем случае этого не будет. Теперь нам надо отмерить расстояние. На каком расстоянии от крючка у нас будет находиться наш тройничок. Ну я делаю по своему уже стандарту. И понимаю, что у меня загиб должен быть вот здесь. Я вот так, значит, себе помечаю это дело. И приблизительно сейчас откусываю с небольшим запасом. В этом месте будет загиб. И это мы пускаем в обратную сторону. Берем еще одну обжимную трубку. Продеваем ее. Теперь вставляем тройничок. И продеваем теперь обратно. Чуть-чуть он показался. И мы его оставляем. Вот наше расстояние. На каком он будет крепиться. Сделать его покороче или подлиннее решаем сами. После того, как мы обожмем это дело, мы получим вот такую конструкцию. Это съемный удлинитель, который цепляется за основной крючок. Повторюсь, можно сделать вот такой монтаж. Если мы имеем под рукой все вот эти вот приспособления, поводковый материал, обжимная трубка и тройник, мы это можем делать прямо на рыбалке на месте в лодке. Все это делается быстро. Единственное, нужно иметь или обжимные специальные такие приборы, или вот такие кусачки. Все это делается в лодке. Вот такой интересный монтаж. Теперь мы обтыканы, как ежик. Хвост у нас более-менее защищен от укуса. Размер тройника можно ставить, ну тут уже как бы смотреть по размеру, подбирать разный. Ну у меня просто был на сегодняшний момент вот такой. Это четвертый номер. Я ставлю на воблера бандит такие. Ну а теперь я вам покажу, как плести косичку. Надеюсь, будет видно все и понятно. На самом деле это все банально просто и тоже очень нужная вещь в рыбалке. Косичку будем плести из флюрокарбона. Из флюрокарбона от производителя Аква. Это японский флюрокарбон, намотанный на бобинки, вот на такие, на маленькие. Здесь у нас в России, в Санкт-Петербурге. Поехали. Косичка будет из трех нитей. Итак, одна в середине, две по бокам. Правую закидываем в середину, меняем с серединой. Закидываем ее сверху. Середина уходит сниз, вниз. А боковые кладутся сверху. Середина уходит вниз, боковые кладутся сверху. Теперь другую сторону. Раз. Опять. Эту сторону меняем на середину. Боковые нити кладутся сверху. Еще раз. Боковая нить кладется сверху. Средняя нить уходит вниз. Мы постоянно среднюю нить, то вправо, то влево, меняем снизу на боковые. А боковые кладем сверху. Боковая нить меняет середину. Сверху кладется. Теперь с другой стороны, по очереди. Боковая нить, вот эта, меняет вот эту середину. Пальцем я ее забираю, а боковую сверху. Теперь эту пальцем забираю середину, а большим пальцем толкаю на середину. Указательно забираю середину, большим пальцем толкаю бок. Указательным пальцем берусь за середину. Большим пальцем толкаю боковую нить, кладу ее сверху. Большим пальцем победу. Сверху velvet с九 fleю. Спеши, выпрашивай. Продолжение следует...